Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Банка на 277 миллионов и налоговый – 17 миллионов. Сейчас в отношении должника видена процедура конкурсного производства. На продажу выставлена земля, административное здание, комбикормовый цех, зерносклад, мельница, дебиторская задолженность. Торги состоятся 30 марта. Экономика. На 101 АФМ. 10% кировчан готовы сменить умственный труд на физический. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провела компания Headhunter. По ее данным, 23% участников опроса предпочтут умственной деятельности физическую в случае крайней необходимости. Еще столько же, если будет гарантия трудоустройства. Только 15% твердо ответили отказом на предложение освоить рабочую специальность. Больше всего кировчан готовы пойти в рабочие среди людей в возрасте от 26 до 35 лет. Сделают они преимущественно это ради денег. Треть кировчан готовы работать руками. Если это возможность превратить хобби в источник дохода, примерно столько же рассматривают такой труд, как подработку. Также участников опроса спросили, как они относятся к получению рабочей специальности. Среди ответивших отрицательно. Треть не представляет себе карьеру в этом направлении. Четверть хотят зарабатывать исключительно умом. 20% не готовы начинать все с нуля в новой сфере. 12% кировчан считают, что рабочие специальности непрестижны. И только 5% опасаются непонимания окружающих. Далее информация от наших партнеров. Российское законодательство обязывает всех работодателей внедрять комплекс трудоохранных мероприятий в своих компаниях, даже если работник у них всего один. Многие предпочитают отдавать такие услуги на аутсорсинг. Компания «Партнер» должна быть аккредитована Министерством труда, иметь положительные отзывы клиентов и давать гарантии своей деятельности, говорит директор по развитию образовательных программ Кировского центра охраны труда Дмитрий Хохлов. Наш центр на рынке уже почти 20 лет. И за это время, конечно, мы многим помогли и многие нас знают. Мы не можем подвести наших клиентов. Кроме того, у нас квалифицированные сотрудники. В центре постоянно проводятся внутренние обучения и организуются стажировки ведущей компании. Действует внутренняя система контроля качества. Чтобы оправдать доверие наших клиентов, мы стали прописывать в наших договорах финансовую ответственность центра перед заказчиками. За те возможные негативные последствия для них в виде штрафов и иных рисков. Ну, если, конечно, таковые последствия возникнут не по нашей вине. Также в договорах должно быть прописано сохранение конфиденциальной информации. Кировский центр охраны труда поможет вам создать эффективную систему работы. Телефон 38 0209. В завершении о валютах. Доллар сегодня 56.34, курс евро 69.90. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Эхономика» на 101 ФМ.